Здравствуйте! Вы смотрите новый проект Воскресенского телевидения. Сегодня мы вместе с командиром военно-поискового отряда «Рубеж-2014», руководителем военно-патриотического клуба «Воин» Николаем Хохловым и вместе с ним его воспитанники. В этом году Воскресенскому военно-патриотическому клубу «Воин» исполняется 5 лет. За это время организация выросла, в ней занимаются около 70 ребят. Как всегда, все начинается с идей. Возникла идея, скажем так, в некоторой кучке товарищей. Было принято решение. У нас была такая организация, она есть, сейчас Союз советских офицеров. И вот инициативная группа решила создать военно-патриотический клуб «Воин» в городе Воскресенске. Мы пришли в 26-ю школу, нас поддержали. Со временем стали приходить ребята в клуб. Вот сейчас клуб уже такая мощная боевая единица, которая работает и процветает, я бы сказал. Каждый день в клуб приходят новые ребята, их возраст от 10 лет и старше. Мы стараемся максимально поддерживать новеньких ребят, потому что, когда я, например, пришла, очень важную часть сыграла именно поддержка, потому что это было все новое. И первое время это очень интенсивный график в жизни, и поэтому очень важна поддержка ребят старше, которые объяснят, помогут в чем-то. И сначала, честно говоря, немножко боишься в чем-то что-то сделать не так, особенно на первых подъемах. И я знаю эти ощущения, поэтому я стараюсь, чтобы максимально помочь младшим ребятам. Мои друзья научили меня преодолевать препятствия, преодолевать сложные дни, наверное. Они очень много меня поддерживали в клубе, и не только, и в поисковой деятельности. Именно поисковая работа, направление деятельности отряда «Рубеж-2014» подразделения клуба «Воин». Рубежу тоже скоро уже будет пять лет, как он создан. Вахты мы проводили, вот в этом году было три вахты у нас, а две вахты мы провели в Ельинском районе, в Смоленской области, после ДАМ 8-й дивизии. И одна вахта Калецкий район, Волгоградская область. Перед тем, как поехать на вахту памяти, ребята готовятся, изучают архивные материалы, историю Великой Отечественной войны. Зимой у нас в клубе была школа поисковика, нас учили работать с картами, мы работали с архивами, попадались много документов времен войны, которые приходилось подробно изучать, то есть на многих непонятно, как написано. Каждый раз для меня вахты памяти – это что-то новое. У меня уже было около шести вахт, но при этом каждый раз я для себя нахожу что-то новое, какие-то впечатления, узнаю что-то новое, осмотрю поисковое движение, приобретаю новые навыки. Поисковая работа – это жизнь в спартанских условиях. Как выдерживают подростки 8 часов в поле под палящим солнцем или дождем без отдыха? Не все выдерживают очень жесткий график тренировок, большой объем мероприятий, которые требуют от детей собранности, дисциплины и хороших физических данных. Потому что мы участвуем практически во всех соревнованиях, во всех мероприятиях, к тому же мы поисковики. Поэтому здесь не каждому ребенку дано это выдержать, но тот, кто к нам пришел, не жалеет. Первые пару дней было очень сложно спать в палатках, потому что было очень непривычно. Первые несколько дней было очень холодно, в Ельне. Бывало даже такое, что палатка протекала, потому что всю ночь лили дожди. В памяти остались именно те выходы по утрам. На Дону мы рано вставали, ходили на Дон купаться. Потом собирались в поле, одевались, собирали оборудование и все вместе шли на раскопки. В Клинском районе мы очень хорошо поработали, подняли 10 бойцов. К сожалению, все безымянные. Но бывает и такое. За пять лет поисковой работы ребята подняли останки 84 бойцов Красной Армии. Из них установили четыре имени солдат. Вот в этом году, в мае месяце, мы передали останки солдата родным для перезахоронения в набережной Чернинском районе Республики Татарстан. Вот, это действительно трогательно. Это словами не передашь, потому что это, ну, так вот, тяжело говорить про эти вещи. Воскопарные не скажешь, не люблю воскопарные фразы. А вот то, что чувствуют люди, получая останки родного человека, и то, что спустя 70 с лишним лет солдат все-таки приходят домой, ну, наверное, это то, ради чего мы стремимся. К ним на 9 мая приходят школьники на мемориалы, кладут циты, а к нему никто не придет. Мы в этом году нашли двух солдат на очень большой глубине в перемешку с плугами сельскохозяйственными. В старый заброшенный хутор, этот хутор забросили еще до войны, Староклецкий. И вот мы поднимали двух этих солдат. Ну, кто к ним когда придет? А сейчас, вот в мае, мы их перезахороним в мемориале в Милоклецкой, и хотя бы дети будут приходить, люди будут приходить. Собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех. Это высказывание американского промышленника Генри Форда подходит к достижениям ребят на другом поприще. Сентябрь оказался очень сложным для нас месяцем. Нам пришлось участвовать сразу в ряде таких серьезных мероприятий. Первый из них – это слет часовых постов памяти для команд Центрального федерального округа, который проходит в Оржеве каждый год, в Тверской области. И второй – это слет военно-патриотических клубов в Московской области, проходящих в Солнечногорске. Вернувшись в вахту памяти, сразу начали готовиться к этим мероприятиям. Соревнования были очень тяжелые. С слет часовых постов памяти в Оржеве, мы там участвовали третий год подряд. Мастерство команд очень выросло. Бороться приходилось, я не знаю, наверное, за каждый миллиметр, за каждое движение. Поэтому победа на прошлой неделе на первом зональном этапе службы Отечества, она уже как-то была, наверное, ожидаемая. А вот эти две награды, которые мы в сентябре получили, это действительно стоит дорогого. Особенно Ржев, мы к нему три года шли, к этой награде. Владислава Туренко умеет сочетать в себе женственно-севянную выправку, которая так пригодилась на строевой подготовке. К победе она вместе с ребятами шли долгие три года. Строевая подготовка – это такая вещь, в которой все должно быть идеальное, до малейшего миллиметра. Это была строевая подготовка общая, прохождение с песней, вынос знамени и церемониал. И церемониал входило в захождение на пост номер один и возложение венка. Еще одно испытание ребят – на сплоченность, слет патриотических клубов. В этих соревнованиях, даже в любых военных соревнованиях, все этапы сложные. Для них нужна специальная подготовка. Ну, допустим, стрелевая подготовка, военизированная эстафета, сборка-сборка оружия. Ко всем к ним надо относиться серьезно и со строгой подготовкой. Патриотами не рождаются, патриотами становятся. Каждый день ставя перед собой задачи, они знают. Рядом надежное плечо друга, наставников. И главное – они вместе. Это у нас замечательно. Они, ну, даже не команды, не единомышленники. Наверное, мы одна семья. Ну, в чем-то такая, даже в чем-то сумасшедшая. Потому что, наверное, не каждый будет проводить свое лето так, чтобы, не знаю, в сорокоградусную жару ковырять эту землю, которая имеет твердость бетона с утра до вечера. И вряд ли бы просто единомышленники могут выдержать такой темп жизни. Сегодня состоялся дебют проекта «Вместе на Искровэкт». Сплоченность и взаимовыручка заставляют людей быть вместе и в минуты несчастья, и в минуты радости. Они творят или, как герои нашего проекта, занимаются поисковой работой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова